Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующий лечебно-физкультурным диспансером Любеевской областной больницы Александр Юрьевич Игумнов. И мы поговорим, что такое диспансер, что такое лечебная физкультура, мы вроде бы знаем, но, наверное, многие и утреннюю зарядку тоже давно не делают. В любом случае, Александр Юрьевич, здравствуйте! День добрый! Да, и давайте мы сразу поясним, что такое вообще диспансер, а такое слово, да, вот есть отделение, например, да, там поликлиническое отделение, ну, я не знаю, там самые разные направления медицинские, а диспансер, оно сразу как-то кажется, что что-то такое более навороченное. Наша структура вообще состоит, что есть в некоторых городах кабинеты врача по спортивной медицине, в некоторых городах присутствует отделение спортивной медицины. Именно структура диспансеров подразумевает под собой, что там находится больше узких специалистов для того, чтобы более детально, как говорится, следить, отслеживать за здоровьем спортсменов, либо лиц занимающих спорт. У нас круче, чем в каких-то других городах, потому что у нас... Круче еще большего, я скажу вам, извиняюсь, что вас там перебиваю, то, что их вообще 4 всего по Московской области, и один из них, получается, находится в Люберцах. Ну, Люберцы – территория спорта, поэтому как, где находиться, как не в Люберцах. Итак, речь идет о том, что это специальное лечебное учреждение, которое для спортсменов существует, для людей, которые активно занимаются спортом, верно? Это отделение, получается, и диспансер занимается именно детьми, людьми, лицами, занимающимися спортом, либо для сдачи норм ГТО мы отслеживаем иногда, которые в школу к нам обращаются. Так как, получается, для занятия спортом – это не физическая активность, которая у нас есть в школе, потому что уроки физкультуры 2-3 раза в неделю. Соответственно, люди занимаются по 5 дней в неделю, а на 6 день сдают нормативы, либо же у них идут соревнования. Это практически как работа уже, да. Да, плюс у них в день они тратят на тренировки от 1,5 до 3 часов, поэтому нагрузка на подрастающий организм очень идет сильно. И наша задача – вот отследить эти нагрузки, как они влияют на растущий организм. Если в этом случае какие-то проблемы, и если появляются проблемы, как их вовремя заметить, устранить или, возможно, снизить нагрузки. Либо возможность переориентировать родителей и их детей для того, чтобы они пересмотрели на другую, как говорится, активность. Мы сейчас как раз обо всем поговорим, но речь идет только о детях или взрослые тоже здесь присутствуют, спортсмены молодые, там 20 лет. Какой примерно возраст? Ну, основная масса у нас где-то 80% – это идет детей до 18 лет, а 20% – это лица старше 18 лет. У нас нет таких жестких критериев, то есть у нас даже наблюдаются лица. Это последний был, это было 75 лет ему. Занимается конным спортом. Мы его пытались даже отстранить, потому что он неоднократно падал с лошади, терял сознание. Но он настолько, как говорится, любит данное занятие, что он говорит, я хочу участвовать, я хочу сдавать нормативы. Его даже на телевидении приглашали для того, чтобы он делал какие-то трюки с лошадьми. Вы напомнили мне сейчас, знаете, такой традиционный фильм про летчиков какой-нибудь, да, где показывают, как немолодой летчик приходит на комиссию ориентационную и спрашивает, ну что, я еще, полетаем еще и так далее, а ему уже начинают говорить, все, мы вас уже списываем, вам уже нельзя. То есть примерно эта комиссия занимается, вы следите за, в основном, за молодым подрастающим организмом, как на него влияют вот эти все нагрузки дополнительные, которые делаются. Хорошо. Ну, я напомню, что недавно прошла неделя борьбы с вредными привычками, мы немножечко этого коснемся, потому что все-таки у человека всегда есть выбор. Выбор между чем-то плохим и чем-то хорошим. В данном случае, конечно, спорт мы воспринимаем как хорошую историю, хотя тут тоже есть свои сложности, об этом во второй части, я думаю, она тоже заинтересует наших телезрителей. Но сегодня нам и правительство, и руководство Московской области говорят о том, что количество вовлеченных в спорт детей, молодежи увеличивается. Ну, и людей зрелого возраста, скажем там, по активному долголетию и так далее. Ну, спорт разный везде, понятно. Есть такое ощущение, что действительно на сегодняшний день вредные привычки нас потихонечку покидают. Ну, я имею в виду самое распространенное, не хочется сейчас брать тему наркотиков, тут отдельная история для ваших тоже коллег-медиков. Ну, те, которые явно, на мой взгляд, сейчас ушли у нас с экрана, и по городу уже меньше стало людей, которые курят обычные сигареты. Да, может быть, там увеличилось число молодежи, которые балуются всякими вейпами. Да, назовем их так. Пока они тоже почти уже под запретом будут. Есть ощущение, что курить стали меньше? Вот те ребята, родители, которые приводят детей, они же тоже пытаются иногда, чтобы... Трудно представить себе спортсмена, который хорошо покурил, потом пришел спортом заниматься. Нет, ну мы тоже такие бывают, иногда выявляем, стараются иногда попробовать, и это очень сразу сказывается на их активность, на их здоровье. То есть если выносливость спортсмена снижается, тренер на это обращает внимание, о чем он нам тоже пытается на диспансеризацию донести, чтобы мы обратили внимание. И вы вычисляете? Каждый год мы стараемся расширить наши возможности, нашего диспансера, что-то появляется новое, привлекаем новых докторов. И вот в этом году у нас появилась даже функция внешнего дыхания, что мы определяем жизненную емкость легких и форсированный выдох. И тем самым способствуем как раз выявлению тех людей, которые злоупотребляют этими привычками. То есть вы можете, посмотрев честно в глаза, сказать, курим, да? Мы не посмотрев, мы, как говорится, его проверив, получается, в этом случае. И тогда что? Как это влияет, например, на спортсмена? То есть тренер может с ним разговор провести? Мы вообще стараемся просто ему дать выбор, что он хочет, либо он бросает и все-таки занимается спортом, потому что со временем это все будет ухудшаться, и его состояние, которое будет ухудшаться, что мы будем вынуждены его отстранить от занятия спортом. Будет уже не его тема, да. Либо же все-таки он эту вредную привычку оставляет и занимается спортом активно. Ну вот, действительно, все-таки молодость, она, все мы были молодыми, она у нее, я тоже курил, да, но я вот, например, расстался с этой вредной привычкой, я уж не знаю, хвастаться, не хвастаться, довольно давно. Но был такой период. Вот, но я никогда не был таким спортсменом, да, ну, как школа, вуз и все. Ну, армия еще была. Но смысл в том, что на сегодняшний день все-таки спорту удалось немножечко на свою сторону переманить возможных, предполагаемых курильщиков, которые, может быть, никогда и не попробуют этого. Я думаю, что да, по большей части, потому что во всех школах, которые есть, даже у нас в Ливерцах, обычно присутствует по несколькой секции, что у детей есть, соответственно, у его родителей выбор, куда пойти, будучи там, либо самбо, каратэ, волейбол, баскетбол. Даже бывает иногда учителя физкультуры организуют свои секции баскетбола, волейбол, потому что этот инвентарь у них уже присутствует. И дети, занимающиеся данным, как говорится, видом спорта, уже у них нет свободного времени для таких, как говорится, глупостей. Понятно. Ну, а вообще идет какая-то профилактика, я имею в виду. Ну, это не совсем, конечно, входит в ваши обязанности, но на любой врач, даже если старый курищик к нему приходит какой-то, ну, он начинает обращать на это внимание, да. Есть же еще и алкогольная зависимость. Мы же понимаем с вами, что современная молодежь, она даже если не употребляет крепких напитков, да, она может употреблять всякие энергетики, просто потому что это модно, потому что красивая банка. А мы же прекрасно понимаем, что энергетики тоже с точки зрения спорта на организм, наверное, не очень хорошо влияют. Или я не прав? Нет, вы абсолютно правы, получается, потому что для чего люди иногда пьют энергетики, надо сначала понять, да, цели. Чтобы ух! Вот, взбодриться, получается, чтобы... Взбодриться за рулем, например, автомобиля. Чтобы уменьшить, получается, время проводить во сне, да, больше все-таки посещать какой-то активности. Либо они там посещают, в клубы ходят, либо уже у них работа такая, там, допустим, программисты очень часто, как говорится, балуются данными видами энергетиков. Чтобы программу дописать, да. Да, чтобы глаза не слепались. И, конечно же, в этом случае мы стараемся, по крайней мере, с нашими спортсменами, которые увлекаются, которые мы замечаем, проводить беседы о вредности данных, как говорится, употребления энергетиков, потому что они не очень полезны для здоровья. Потому что в спорте главное идет режим, чтобы был режим бодрствования и, соответственно, режим отдыха. Если этот режим будет нарушаться, получается, то со временем, да, конечно, когда молодой организм, получается, он еще будет компенсироваться, но со временем все равно мы будем видеть нарушение работы. Нарушение работы сердца, соответственно, сосудов каких-то. Ну и само депрессивное состояние, если человек не отдыхает, а постоянно находится в стадии возбуждения, он становится агрессивным, раздражительным. Его ничто не привлекает в этом случае. Ну да, то есть теряется вот этот положительный как бы вектор развития. Да, занятие спорта. Да, ну давайте вернемся все-таки и к крепким напиткам. Они тоже имеют место быть. Опять же, эта система надо попробовать, или попробовал, или случайно попробовал, и так далее. Если мы, причем, к сожалению, тут уже мы можем рассматривать разные истории, возрастные я имею в виду, вы же тоже можете вычислить, что человек вот начал немножко портиться, что он употребляет где-то какой-то алкоголь, пускай не часто, но это как-то можно вырезать. Мы с людьми, с юношами этого незаметно, потому что это основная масса, к нам, которые приходят. Ну там, 17 лет, 18 лет. А старше 18 лет, это люди, которые все-таки занимаются спортом при общении с ними. Мы все-таки видим, что они не заинтересованы в употреблении данных напитков. Максимум, что они позволяют себе, как вот при личном общении с ними, либо на день рождения, либо еще где-то позволяют себе выпить бокал шампанского, либо вина с девушкой, все, не более того. Потому что они понимают, что это может негативно сказаться на их здоровье. Ну да. Тем более, что у них здоровье все-таки выстроено по другим законам, которые, собственно говоря, вы и проверяете в этом диспансере. Немножко, наверное, другие какие-то... Что такое норма ГТО сегодня? Вот мы об этом поговорим во второй части. Это же немножко отличается. Ну, скажем, здоровье 18-летнего парня, который просто живет и не занимается спортом, ну, занимается только там, ну, и спортсмен, который там футболом занимается. Это два разных же парня, правильно? Да, ну просто все эти нормативы, они были и раньше. Мы просто их немножко подзабыли. Даже не участвовали. Все, что мы издавали раньше с вами в школах, это и есть эти же нормативы. Просто их сейчас пересмотрели, сделали в виде бонусов, раздателем медалей, значков каких-то, кто сдает эти нормы ГТО. И поэтому, согласно своему возрасту, есть свои критерии, свои, получается, нормативы. То есть не означает, что человек в 50 лет должен там 15 раз подтянуться и пробежать там на время 3 килокилометра. Конечно же, у него будут какие-то послабления, согласно его возрасту. Чтобы это... Он все-таки добежал до финиша. Да, да, да. А не доползли до него. Ну вот здесь, я думаю, мы сейчас сделаем небольшую паузу, потому что дальше мы поговорим. Вы коснулись темы ГТО. Нам тоже это интересно, какие там... В общем-то, что входит в ваши исследования, какие расчеты. И немножко поговорим о спорте с несколько другой точки зрения, но тоже лечебно, скажем так, с медицинской точки зрения. Александр Юрьевич Игумнов, заведующий лечебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы у нас в студии. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии Александра Юрьевича Игумнова, заведующий лечебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы ГТО. Мы в нем участвовали. Я даже помню значки эти. Я никогда не был выдающимся спортсменом, как, наверное, видно по мне. Но, тем не менее, это была такая, может быть, обязанность. Сегодня, вот вы в первой части сказали, мы знаем, что иногда ГТО для подрастающего поколения дают дополнительные бонусы для поступления, например, в высшее учебное заведение. И вот скажите, вот человек, он хочет сдать ГТО, он какой-то должен осмотр пройти? Он у вас проходит или по месту жительства? Для чего нужен ваш диспансер для ГТОшников? Кто хочет сдать нормой ГТО, они, в принципе, проходят сначала диспансеризацию непосредственно в своей поликлинике, потому что они наблюдаются врачами в поликлинике по месту жительства. Если возникает вопрос по поводу того, что там третья группа здоровья, и у него есть хронические заболевания какие-то, то данных спортсменов отправляют к нам, чтобы мы приняли решение. Допустить его до сдачи норматива ГТО или бы все-таки нет? И такие приходят? Да, есть такие. Ну вот с заведующими поликлиниками мы так договорились, потому что, конечно, всю массовость спортсменов, которые хотят сдать ГТО, мы, конечно, не можем охватить. Все-таки диспансер у нас, хоть, говорю, звучит громко и красиво, но он все-таки маленький у нас. Сказали, да. Потому что хочется выстроить работу, чтобы помощь оказывалась тому, кому она нужна помощь, да, если ее... Поэтому, если врач считает, что вот у него спорный такой вопрос, допустить, не допустить, он отправляет его к нам, и тогда мы принимаем уже в этом случае решение, допустить ли данного, как говорится, для сдачи нормативов ребенка, либо нет. Хорошо, а что-ка первая, вторая, третья группа здоровья? Расскажите немножко нам об этом. Первое – это самое лучшее. Первая группа здоровья, соответственно, говорит о том, что ребенок соматически здоров, у него ничего абсолютно нет. Вторая группа здоровья, что, возможно, у него что-то было, но его либо прооперировали, либо же он уже пролечился и вылечил данный вид заболевания. Его снимают с диспансерного учета, он больше не наблюдается по этому поводу. Но мы знаем, что он не было. Но некоторое время это было, вот это как бы вторая группа. А третья группа – это когда идут хронические уже заболевания, которые не всегда поддаются каким-либо коррекциям. Это может быть и нарушение зрения более тяжелой миопеи, степени средней, тяжелой. Соответственно, плюс еще у нас имеются такие заболевания опорно-двигательного аппарата, для которого мы должны принять решение, может ли он это сдавать, либо мы должны его как-то все-таки ограничить в этом случае. Понятно. Ну, вот тут возникает еще вопрос. Человек приходит к вам, и какой комплекс исследований у вас есть? Мы так немножко коснулись, то есть от чего до чего, от сдачи крови до, я уж не знаю. Нет, лабораторий у нас, к сожалению, нету. Ну, анализы, так как мы относимся к Леберестской областной больнице, мы пользуемся их лабораторией, поэтому они задают это все в своих поликлиниках. И к нам приходят уже с готовыми лабораторными данными, для того чтобы мы оценили по крови и по моче их состояние, как работают почки и как в крови, нет ли у них противопоказаний к занятиям. Потому что бывает иногда острое состояние, при котором ребенок должен лечиться. У нас и специалисты присутствуют, ну, помимо того, что присутствует сам спортивный доктор, так как все-таки физкультурный диспансер, также у нас есть травматологи, хирурги, стоматологи, офтальмолог у нас есть, лор-врач есть, невролог у нас есть. Плюс у нас врач функциональной диагностики, который проводит помимо ЭКГ, соответственно, мы можем сделать холтерское мониторирование суточное, СМАТ сейчас повесить можем, оценить давление суточное. Плюс еще функцию внешнего дыхания проверить как раз. Ну, наверное, ни для кого не секрет, по крайней мере, так кажется, что в последние лет 5, наверное, то тут, то там мы слышим печальные, трагические даже сообщения о молодых спортсменах, хоккеистах, футболистах, какие-то другие виды спорта, там, от 14 до 18 лет, которые вдруг, бах, внезапно умирают во время каких-то спортивных соревнований. Вот скажите, так было всегда, то есть какой-то процент есть, я имею в виду вообще, да, не конкретно, конечно, в Либерецком нашем округе, а именно, или просто нам больше об этом стали рассказывать? И если, например, спортсмен допущен, но все-таки вот он неожиданно скончался, ведь может быть какой-то, да, в организме импульс, что это такое, тенденция, или это традиционный такой, просто, ну, чаще стали слышать об этом? Скорее всего, чаще начали слышать об этом, замечать, и эти случаи, соответственно, информировать об этом, что они имеются, данные. Мы тоже сразу начинают ругать всех. Нет, мы начинаем сразу поиск, относится ли он к нам, проходил ли он у нас данную диспансеризацию, возможно, это какая-то, допустим, к примеру, нами была ошибка, что-то мы не доглядели, не усмотрели. Во время кросса там кто-то, например. Но опять-таки, тенденция внезапной смерти, она всегда может присутствовать. Это может быть и трон, который оторвался, который при диспансеризации мы не можем это тоже все это выявить. Даже у молодых это имеет место быть. Почему? У нас есть и лабораторные исследования. И поэтому, да, такой процент у нас есть. У нас даже ведется статистика по поводу именно отстраненных не только от спорта спортсменов, но и от занятий физкультуры. В среднем по нашему диспансеру составляет 1%. Это где-то 3-4 человека, которые за год мы отстраняем полностью. А вы отстраняете как? Вот вы отстранили, а он хочет. То есть он просто сам пойдет подтягиваться, это его проблема. А так он никуда уже не попадет. Вот, с точки зрения, получается, как вы говорите, тоже может быть, они тоже попадают в эту статистику. Мы отстранили ребенка от занятий данным видом спорта, а он все равно побежал, что-то сделал, да. Но мы-то, родители, даже предупреждаем тренера, чтобы они его не брали. То есть он не сможет в кружок какую-то спортивную секцию поступить? Нет, в кружок-то, наверное, сможет, потому что некоторые кружки к нам не обращаются, и у нас не наблюдаются те же школьные, допустим. Но это же на страх родителей. Да, но мы, родители, всех, как говорится, в этом плане предупреждаем. Мы составляем врачебную комиссию, что, соответственно, получается, принимают участие 3-4 доктора, которые принимают решение, что до этого ребенка нельзя допускать. Либо нельзя допускать до этого вида спорта. Допустим, с энцефалопатией. Если ребенок вдруг потеряет свое сознание и будет в судороге, то водный вид спорта ему не подходит, потому что он сразу утонет. Утонет, конечно. Ну, понятно. Ну, такой сложный вопрос, и я его не мог не адресовать. И еще один такой сложный вопрос. Я думаю, он тоже интересный. Наверняка он касается и вас. Вы следите за этим. Родители бывают разные. Некоторые родители почему-то вдруг считают, что их сын должен стать первой ракеткой мира. Для этого его нужно делать спортсменом прямо с рождения. И доходит до того, что, заметьте, родители продвигают эту историю. То есть его начинают, ну, помимо спортивных каких-то правильных, скажем так, методик, но начинают еще чем-то там кормить. Какая-то химия начинается. Ну, мы знаем, чего уж греха таить, сколько у нас было всевозможных переживаний по поводу наших сборных. Скажите, на сегодняшний день диспансер может выявить, например, у юноши 15-18 лет, что его пичкают какими-то специальными химикатами для того, чтобы он давал результат. Вообще есть такое? Это можно вычислить? Это так называемый в будущем профессиональный спорт. Ну, соответственно, получается, возможно, это не сразу проявится, если они к нам придут, но со временем, мы начинаем замечать, то есть набирается масса. Потому что у нас еще проводится антропометрия, измерение окружности грудной клетки, соответственно, проводится вес, рост. И если где-то увеличивается очень резко объемы, то нам в этом случае становится в дальнейшем интересно, за счет чего это увеличивается. В чем он таким занимается? Да, в чем заключается проблема? Если идет резкий набор массы тела, то мы даже уже отправимся к специалистам-эндокринологам для того, чтобы они разобрались. То есть это нарушение эндокринной системы, либо же, возможно, что-то принимают в этом случае. Плюс по крови, посмотрим, есть ли отклонения в крови, потому что иногда по употреблению данных видов… Препараты дают? Да, изменения могут быть в крови, соответственно, нарушения приводить, изменения в крови. Соответственно, тоже начинаем разбираться по этому поводу. То есть у нас просто немножко разница от поликлиники заключается в том, что если что-то такое попадается из массовки, там, один-два случая, мы стараемся их довести до логического завершения, то есть мы его не оставляем. Ну, конечно, если родители в этом случае заинтересованы. Если родители, которые просто будут коронять своего ребенка, дают у выдающегося и говорят, да, мы ничего не понимаем, получается… Ну, конечно, ничего не добьетесь. Мы говорим, ну, тогда, возможно, мы вам не подходим. Идите в другой диспансер, получается. А вы не можете дать сигнал в какую-то другую организацию, что вот тут родители, фактически, ну, ребенка своего, ну, мягко говоря, неправильно с его здоровьем обходятся? Или у вас нет никаких полномочий? То, что касается, соответственно, Московской области, мы со своими коллегами стараемся всегда быть на связи. Если какие-то возникают проблемы, так как диспансеры всего четыре, и многие коллеги даже к нам обращаются, что мы к вам хотим отправить ребенка, у нас какие-то возникают вопросы. Присмотритесь, пожалуйста, к нему. Потому что как-то родители себя ведут неадекватно. Ну, соответственно, мы даже на уровне своего диспансера начинаем этим ребенком заниматься. Так как все-таки разность субъектов федерации иногда возникает и близко к нам располагается в Москве, то с Москвой мы, к сожалению, не контактируем в этом случае. Но я имею в виду, что если вы заметите, что действительно ребенка подчают какими-то, ну, даже в спорте у нас запрещенными средствами, вы как просто какой-то... Ну, ребенка обычно не подчают. Обычно у ребенка чаще всего мы сталкиваемся с перенагрузкой. Ребенок занимается каким-то одним видом спорта, соответственно, получается, его отдают на второй, и еще третий добавляют, чтобы ребенок был максимально занят, чтобы у него не было времени подумать о вредных привычках. И они думают, что... Да, да, да. И они думают, что ребенок прям такой молодец, но выдержит ли его маленькое сердце. Вот. И в этом случае идет перегрузка, и мы с родителями пытаемся поговорить, что вы, конечно, замечательно, вы хотите сделать выдающегося, как говорится, спортсмена, но так не делается. Либо надо что-то выбрать одно, и все-таки соразмерно идти, чтобы были определенные нагрузки на вашего спортсмена, ребенка, да, и в то же время был отдых. То есть в спорте главное же что у нас? Главное – это режим, чтобы был. Если мы этот режим будем поддерживаться, будут хорошие результаты. Мы потихоньку двигаемся к финалу, и тут я хочу на время отвлечься от конкретно вашего диспансера, чтобы не падала никакая тень, ни в коем случае. Вот эта глобальная проблема, да, так называемого спорта, так называемого спорта высших достижений. Вот, ну, в нашем болельческом восприятии, да, такие врачи-убийцы, которые, значит, накачивают этих 20-летних спортсменов какими-то там средствами, чтобы они показывали результаты и так далее, и сами спортсмены на это идут. Вот есть спорт, ну, любительский, да, детский спорт, где можно как-то вот, и вашей, вашей спонсор этим занимается. А вот зачем нам такой вот глобальный большой спорт? Вы же, наверное, знаете, что врач-то может понять, куда, чего двигаются эти самые вещества. Зачем они это делают? Чтобы человек бежал уже как машина, что ли? Но он же может умереть в любую минуту, нет? Ну, наша специальность, получается, вообще как бы врачевание, она же очень такая большая, да? Если мы говорим, получается, о спорте, зачем мы это делаем, зачем мы проверяем ресурсы, то, допустим, для сдачи нормативов НХЛ, НХЛ, скажем так, да, его никто не пичкает. Так. Но его проверяют до такой степени, его выносливость организма, до потери сознания. Потому что просто многие к нам обращаются, я говорю, у меня нет таких ресурсов, то есть это у меня должна быть своя реанимация, чтобы я вас, если что, мог быстро привести в норму. То есть у них такие нормативы идут. То есть проверяется именно выносливость человека, насколько он может дать. Александр Юрьевич Гумнов, заведующий лечебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы. Так что, если вы хотите, чтобы ваши дети не только занимались спортом, но занимались им правильно, помните, что такой диспансер у нас есть. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин